Всем привет! Это подкаст «Медуза-калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие Наталья Грибуля, частный инвестор и автор Телеграм-канала «Это тоже считается». И Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор». Тема сегодняшнего эпизода – налоговый вычет. Сразу хотим предупредить, что разговор этот будет долгий и не самый легкий. Но, тем не менее, тема очень важная, потому что сегодня мы будем говорить про то, какие вообще налоговые вычеты существуют, как их получить и кому они положены. Если вы хотите разобраться в том, как можно вернуть часть своих денег, которую вы заплатили государству в виде НДФЛ 13%, наберите немного терпения, послушайте этот выпуск до конца. Возможно, вы узнаете, я предполагаю, что, скорее всего, вы узнаете о том, что вам положен некий налоговый вычет, о котором вы не знали, и вы можете его получить. Более того, это терпение пригодится вам потом, потому что собрать документы, разобраться, что кому принадлежит, и сходить в налоговый отнести эти документы, или подать их даже онлайн – это не всегда просто, и по-прежнему это, конечно, целый челлендж для рядового гражданина. Но это реально живые деньги, которые можно вернуть к себе, и мы все готовы драться за повышение зарплаты на работе, но при этом иногда игнорируем простое действие, которое может нам поднять наш годовой оклад, например, на процент, на два, на три. И это не так тяжело, как кажется, но терпение пригодится. Разобраться в этой непростой теме нам сегодня помогает эксперт по налогообложению Антон Дыбов. У Антона 20 лет экспертного стажа в компании «Консультант Плюс» и издательстве «Главная книга», поэтому я уверена, сегодня он нам ответит подробно на все вопросы и поможет выяснить все-таки, что такое налоговый вычет, как его получить и кто может это сделать. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте начнем с основного вопроса, самого главного, и попытаемся очень подробно объяснить нашим слушателям, что такое налоговый вычет и концепция налогового вычета в принципе, потому что огромное количество людей не понимают, как это работает, не понимают, что это, как это считается, за что он полагается, за что не полагается. Давайте начнем с подробного объяснения. Главное условие для получения налогового вычета – наличие дохода, который облагается НДФЛ по ставке 13%. Читайте официального дохода. Если у вас есть белая зарплата, либо вы занимаетесь какой-то авторской подработкой, берете подряд, пишете по фрилансу программы и так далее, и получаете официальный доход, из которого источник выплаты удерживает 13% НДФЛ. Вот здесь появляется право на вычет. Что такое вычет? Вычет уменьшает облагаемый доход. Ну, допустим, вам по договору фриланса полагается 100 тысяч рублей, и источник выплаты этого дохода при перечислении денег 13 тысяч у вас забрал. Вот вы полечились в стоматологии на 20 тысяч рублей. Это означает, что у вас появилось право на вычет 20 тысяч рублей из ваших 100 тысяч. В результате ваш облагаемый доход со 100 тысяч рублей уменьшился до 80 тысяч. Соответственно, часть налога, который удержал источник выплаты, оказалась излишне удержанной, и вы, подав декларацию по итогам года, можете эту излишне удержанную часть вернуть. То есть это уменьшение облагаемого дохода, за счет которого уменьшается налог, удержанный из вашего дохода, и излишне удержанный налог подлежит возврату вам. Это значит, что индивидуальные предприниматели и самозанятые сейчас могут, в принципе, с грустью выключить этот эпизод и перестать наш слушать. Ну не то, чтобы прямо сразу выключить, можно немножко послушать. Дело в том, что и самозанятый может параллельно работать. Допустим, самозанятый фотограф может быть клерком в банке, или клерк в банке может задавать в аренду квартиру, и платить с доходов от аренды квартиры 4-6% налога на профессиональный доход, а на работе у него из его зарплаты работодатель забирает 13%, как обычно. Поэтому самозанятый может слушать дальше в таком случае. Может слушать и предприниматель. Допустим, бывают предприниматели на общей системе, то есть те, кто платит НДФЛ, у кого гигантские обороты, то есть больше 150 миллионов. Бывают и такие. Они имеют право на вычеты для обычных людей на тех же условиях, что, в общем-то, и все мы с вами. Но если самозанятый либо предприниматель живет только с доходов от своей коммерческой деятельности, то большинство вычетов, те, которые на слуху, они ему недоступны. Но, допустим, при продаже квартиры тот же самозанятый имеет право на вычет в виде расходов на покупку этой квартиры, либо фиксированный вычет. То есть слушать можно, лишним не будет. Хорошо, не отключайтесь, пожалуйста, самозанятые и индивидуальные предприниматели, кто работает по самым разным сложным смешанным схемам. Оставайтесь с нами, поговорим подробнее, что полагается вам. Значит, в первую очередь, чтобы получить вычет, я должен сначала его как бы перечислить государству, чтобы потом мне вернули по каким-то условиям часть. Если посмотреть на это глобально, верно? Ну, в большинстве ситуация это работает так. В чем мотивация государства мне назад это возвращать? То есть я как-то привык к тому, что они обычно ничего не возвращают, если уж попало к ним что-то в руки. А тут как бы получается, что они меня в каких-то вещах, видимо, стимулируют как-то. Вот в чем логика государства, которая придумала вычет как идею? Ну, во-первых, идея эта пришла с Запада. То есть на Западе система вычетов есть. Она, кстати, гораздо более разветвленная, чем у нас. И за это критикуется наше законодательство, что вот мы всегда говорим на официальной власти, что у нас 13% всего лишь ставка. Но, например, если посчитать облагаемый доход семьи во Франции со всеми вычетами, и даже при их там якобы драконовских ставках НДФЛ, ставка конечная, да, получается сопоставимая с нашими 13%, а то и ниже. Так что, ну, идея, в общем, оттуда, с Запада. Значит, как официально в своих письмах говорит Минфин, это форма соучастия государства в социально значимых расходах граждан. Ну, примерно так, если я не дословно процитировал, но примерно так. То есть государство как бы стимулирует граждан на вот такие социально значимые расходы, лечение, обучение, приобретение жилья и так далее. Вычеты, которые полагаются при продаже имущества, это уже справедливость налогообложения. Да, то есть я вложился во что-то, ну, там, квартиру купил, либо машину купил, потратился. И когда я продаю это имущество, то логично, что я должен заплатить не со всей суммы, которую я выручил, а по факту я могу продать машину дешевле, чем купил, а только с того, что заработал. Не заработал, не плачу. А в чем социальная функция вот такого вычета, как ИИС, индивидуальный инвестиционный счет, где мне государство возвращает за то, что я купил ценные бумаги, потому что сразу, ну, как-то я не могу придумать. Какая же здесь социальная нагрузка в том, что я пошел и акции накупил, а мне вернули, там, 52 тысячи рублей, например? Конкретно по ИИС функция не социальная, а вполне себе прагматичная привлечение денег в экономику. Поскольку ИИС — это по факту вложение в ценные бумаги, которые крутятся здесь у нас в России, и эти деньги, соответственно, вливаются в экономику, здесь государство стимулирует вот таким образом инвестиции граждан. Да, что вы вот вложите на ИИС, мало того, что вы, возможно, доход получите по самому инвестиционному счету, но мы вам еще и НДФЛ вернем. То есть государство сознательно идет на это, на такое стимулирование, понимая, что выгода от привлечения денег в экономику будет выше, чем вот затраты на возврат этих самых вычетов по ИИС. Слушай, да я, получается, 12 лет последних поднимаю экономику с колен, а начали выплачивать мне вычеты относительно недавно. Ты должен потребовать у государства, чтобы они тебе вернули в виде вычетов за все 10 лет предыдущих, которые тебе вычеты не полагались, видимо. У меня есть маленький красный блокнот, там все записаны фамилии, я все заберу назад. Вычеты тебе предоставляли, просто ты этого не замечал, поскольку все делал брокер, и брокер подсчитывал облагаемый доход за вычетом расходов на приобретение бумаг или инвестиционных паев и так далее. Это тоже вычет. Давайте про сложные вычеты типа ИИС поговорим чуть позднее подробнее и вернемся к более простым вычетам, имущественным, социальным, и разберемся, вот посчитаем деньги, что называется, сколько, за что можно получить. Ну, самый большой, безусловно, и практически всем известный, это вычет по расходам на приобретение жилого помещения. Здесь нужно подчеркнуть, что вот именно жилое помещение, а под жилым помещением у нас понимается и комната в коммуналке, и доля в квартире, и жилой дом на 140 квадратных метров, или 1000 квадратных метров, неважно. Все это жилое помещение. Ну, соответственно, на нежилые помещения вычеты нам по их приобретению не положены. Максимальная сумма вычета по расходам на приобретение жилого помещения на данный день 2 миллиона рублей. Если квартира стоила дороже 2 миллионов, ну, соответственно, 2 максимум. Больше не дадут, даже если она стоила 6-7 и так далее. Если квартира стоила меньше 2 миллионов, что для многих регионов России вполне себе актуально, то остаток вычета, допустим, стоила она полтора, 500 осталось, они переносятся на другой объект. Есть побольше, это вычет по ипотечным процентам. То есть, конечно же, большинство приобретает квартиры в ипотеку, соответственно, выплачивает банку проценты, и эти проценты тоже являются отдельным вычетом по расходам на приобретение жилья. И здесь лимит в 3 миллиона действует по ипотечным процентам, однако он однократный, то есть переносить его остаток нельзя. То есть, если вы взяли в ипотеку квартиру и очень быстро за нее расплатились, допустим, потратив на проценты 200 тысяч, предположим, то на вторую квартиру вам уже не дадут остаток в 2 800, он сгорит. Поэтому, когда вы покупаете квартиру в ипотеку, нужно подумать, а действительно ли вам сейчас разумно пользоваться вычетом по ипотечным процентам, потому что, возможно, в будущем у вас будет более крупный объект, и там сумма вычета получится больше. Вот 2 миллиона, это возвращаясь к началу нашего разговора, это то, что вычитается из облагаемого дохода. Соответственно, полагается вам в виде денег не 2 миллиона, а 2 миллиона умноженные на 13% НДФЛ, и получаем вот ту сумму налога, которую вам государство вернет. Максимум 260 тысяч. Если ипотечные проценты вы все 3 миллиона заплатите, получаем 390. Итого, если взять квартиру в ипотеку и потратить на нее больше 2 миллионов рублей и больше 3 миллионов рублей процентов, то 260 плюс 390 мы выходим на 650, да, если я правильно посчитал. Вот максимум, что государство готово вам вернуть по расходам на приобретение жилья и ипотечных процентов. Если квартира покупается, например, супругами совместно или в каких-то долях, то кому вычет полагается? Обоим? Если оба работают, есть облагаемые доходы и у жены, и у мужа, то вычет в 2 миллиона полагается каждому. То есть семья в 2 раза увеличивает свои возвраты. То есть это значит, что семья может получить 2 вычета за покупку одной квартиры, правильно? Совершенно верно. Если квартира стоит гораздо больше 4 миллионов, ну не гораздо больше, а 4 миллиона минимум, соответственно, да, семья от этого выгодит гораздо больше, чем одинокий человек, который приобретает квартиру. И другое дело, что доходы должны быть более-менее сопоставимы у супругов, потому что если доход там у одного из них нерегулярный, то получать он его будет, этот вычет, очень долго. Да, если я там время от времени беру заказы, и потом какое-то время у меня затишье, то, соответственно, я воспользуюсь вычетом и жду, когда появится облагаемый доход. То есть опять-таки вернуться к точке нашего начала. Нет облагаемого дохода, нет вычета. То есть государство не перечисляет ежемесячно там после приобретения квартиры какую-то твердую сумму или по итогам года. Сначала нужно что-то заработать. А вот тогда вот, когда эта семья из двух, значит, человек, муж-жена, покупает квартиру, они должны ее оформить сразу на двоих, ну как бы и на мужа, и на жену, или достаточно только на мужа, например, чтобы двое претендовали на вычет. Просто, возможно, сейчас закончится для меня подкаст, потому что я как бы получал один. В зависимости от твоего ответа, сейчас зависит, остаюсь я или нет, потому что я как дурак получил один. Ну смотри, неважно, на кого оформлена квартира. Ты е-мое. Неважно, на кого оформлены платежные документы. В случае с семьей, с официальным браком, конечно же, да, вот еще важный момент. Записал эпизод. Спасибо. Значит, если квартира приобретается в официальном браке, она может быть записана на любого из супругов, документы могут быть, и договор может быть тоже оформлен на любого из супругов, но вычет полагается обоим. Соответственно, ничто не мешает твоей жене, если при наличии дохода вычет заявить хоть сейчас. А если это было 4 года назад? Такой вопрос. 4 года назад было. Это тоже, кстати, такое заблуждение, что вычет по расходам на приобретение жилья через 3 года сгорает. Это не так. Это особый вычет, который можно заявить хоть через 10 лет после того, как приобретена квартира. Соответственно, твоя супруга может заявить вычет в этом году, твоя супруга может заявить вычет за 3 предыдущих года, которые прошли. В общем, посиди-ка еще с нами, Назар. Слушайте, вообще, это вот тот редкий случай, друзья, когда плохо, что подкаст не передает картинку, потому что у меня прямо весь спектр эмоций, вот прям от полной грусти и печали, вот до счастья абсолютного на лице за минуту сейчас. Это же прямо про меня история. Реально, вот мы уже были в браке долго, мы были уже в браке, когда я купил квартиру. И вот я прям собрался, значит, с пафосом, со страхом, как это всегда бывает, в налоговую ходишь, и все это, значит, отнес, там ждал 3 месяца, и я мог еще это. О, боже мой, вообще, у меня катарсис. Все, я понял, идем дальше. Чем еще этот вычет удобен? Тем, что его можно заявить, не дожидаясь окончания года. То есть, если у вас официальный работодатель, от которого вы регулярно получаете заработную плату, и который, соответственно, удерживает НДФЛ, то, с чего мы начали, вы можете через налог.ру подать через личный кабинет налогоплательщика заявление на выдачу уведомления о праве на имущественный вычет. И где-то месяц, наверное, это займет. Затем вы эту бумагу забираете из налоговой инспекции, приносите вашему работодателю, и он вам возвращает весь налог, удержанный с начала года, в котором вы уведомления принесли. Ну, допустим, сейчас на январе у нас август. Если сейчас принести уведомление, то работодатель вам вернет налог, удержанный с января по июль. И перестанет удерживать налог дальше. То есть с августовской зарплаты не будет удерживать, с сентябрьской и так до конца года. Соответственно, у вас зарплата подрастет на 13%. В следующем году вы уведомления берете еще раз и снова обрадуете им работодателя. И снова получаете вычет на работе. Это одна схема получения этого вычета. Другая схема, более классическая, она вот через подачу декларации по итогам года. Она хороша только тем, что вам сразу падает куча денег. В остальном она, конечно, хуже, потому что вам приходится ждать. По сути, кредитовать государство. И только по итогам года, через сначала три месяца на проверку декларации, потом еще пара месяцев на возврат денег, дай бог, к июлю следующего года к вам вернется ваша сумма налога, удержанная в прошлом году. Поэтому при наличии официальной работы, конечно же, нужно пользоваться уведомлением. Зачем ждать конца года? Давайте, наверное, забегая вперед, скажем, что это работает в отношении не только имущественного вычета, а вообще в отношении и социальных вычетов, и что их тоже можно получить через работодателя. Ну, социальные вычеты не все удобно получать через работодателя в силу того, что если я сейчас сегодня полечил в стоматологии зубы на 20 тысяч, а через какое-то время буду томографию какую-нибудь проходить, мне придется на каждую сумму брать уведомления, это неудобно. То есть все-таки социальные вычеты, если они, сразу же забегая вперед, там лимит 120 тысяч, если сумма не достигла этих 120 тысяч, бежать за уведомлением, ну, как-то странно. В случае с социальными вычетами не всегда это разумно, заниматься подачей документов на уведомления. Но с жилищным это да, это работает. Есть ощущение, что всегда существует один закон про налоги, который ты нарушил, потому что не знал. Ну, я, может, сейчас много на себя беру, но, мне кажется, у всех такое ощущение. И всегда существует вычет, который ты тоже не знаешь, а по нему положено много денег. Вот реально есть такое какое-то ощущение, и в пабликах, знаешь, тебя догоняет всегда примерно следующее. Я слышал, что теперь с этого года и дальше троеточие, и конспирологическая теория. Давай мы с тобой сейчас для наших слушателей один раз разберемся, ну, по крайней мере, с вычетами, да, какие они есть, и где можно подзаработать денежат на государстве. Сразу скажу, значит, если вас догоняет какая-то теория, открывайте налоговый кодекс, там, ну, консультант.ру, допустим, там всегда актуальный текст кодекса, и вот вам три статьи, где перечислены основные вычеты 218, 219, 220. Вот это вот три статьи налогового кодекса, где вы найдете вот основные вычеты, о которых мы сегодня говорим. Соответственно, вот мы о жилищных поговорили, 220, значит, социальные, это 219. Социальные вычеты включают в себя расходы на лечение себя и близких родственников. Близкие родственники – это супруги, дети, там, включая усыновленных, это родители, если говорить обо мне, мои, если говорить о тебе, твои, Назар, родители жены не подойдут для вычетов на лечение, допустим, и вычет на обучение. Опять-таки, себя, своих детей, либо своего брата, свою сестру. Антон, уточню, а есть какое-то ограничение по возрасту? Обучение детей до 18 лет или нет, или нет никакого лимита? По умолчанию 18 лет все заканчивается, но если ребенок учится очно, то до 24. Распространяется ли этот вычет на учебу за рубежом? Да, как ни странно распространяется. В законе написано, что вуз должен иметь соответствующую аккредитацию, но естественно, что любой заграничный вуз, как антисорбонная, такую аккредитацию имеет. Как именно подтверждать аккредитацию в налоговом кодексе не написано, но полагаю, что в случае с общеизвестными вузами это не проблема, но я думаю, что хватит просто договора, переведенного на русский язык с иностранным вузом. Но дело в том, что сумма вычета такая же, да, то есть максимально можно за обучение получить 120 тысяч рублей вычета и, соответственно, умножаем на 13% в 15 600 рублей налога, то есть если вам это интересно, можно получать, да, и по иностранному вузу. И вопрос про платное лечение. Расскажи, пожалуйста, это любое лечение или это какие-то конкретные виды лечения, которые регламентированы и перечислены в этом кодексе и в этих статьях, которые ты упомянул уже? Лечение по факту любое, которое вот предписано врачом и услуга оказана лицензированным медицинским учреждением, и если у нас лимит по расходам на лечение и обучение совместный 120 тысяч рублей в год, соответственно, там, если умножаем на 13%, то максимум, что можно с лечения и обучения получить, это 15600, то есть ряд видов лечения, там есть отдельный правительственный перечень, который вообще не лимитируется. И, соответственно, можно на них потратить даже больше двух миллионов, трех миллионов, если вы можете себе этого позволить, и государство вернет 13% от этих расходов полностью. Это там всякие высокотехнологичные виды медпомощи, но, естественно, имеется в виду платные медпомощи. И с недавнего времени этот перечень вот этих вот дорогостоящих видов медицинских услуг, он сильно расширен, и, по сути, туда почти любая высокотехнологичная медицинская помощь входит. Я уже проговорил, что на лечение и обучение общий лимит 120 тысяч. В случае с обучением на детей действует отдельно лимит 50. 50 тысяч рублей на каждого ребенка в год полагаются. Вот если мы умножаем 50 тысяч на 13, выходит в 6500. Вот это государство готово вам вернуть за обучение вашего ребенка в лицензированном образовательном учреждении. Давайте уточним, что это может быть. Сюда входит, например, платный детский сад, какие-нибудь кружки платные для ребенка, или это исключительно платная школа, например. Все сводится к тому, оказывает ли учреждение, куда ходит ребенок, детский сад, кружок, образовательные услуги по образовательной лицензии. Проверить, есть ли у вас право, очень легко, запросив у кружка либо у детского садика лицензию на образовательную деятельность. Если она есть, соответственно, есть право на вычет по расходам на обучение ребенка в этом учреждении. Если образовательной лицензии у садика нет, и он оказывает чисто функции по уходу за ребенком, тогда на такой детский сад, увы, вычета не будет. Можно получить вычет на обучение в автошколе, поскольку это образовательная деятельность, и, соответственно, у них у всех есть лицензии на это. Ну, в общем, главное иметь лицензию. Есть еще так называемые стандартные вычеты, которые, как правило, предоставляют источник выплаты доходов. Самый распространенный стандартный вычет это на детей. То есть на одного ребенка дается 1400 рублей вычета, то есть умножаем на 13%, там порядка что-то 350 с чем-то рублей получается. Значит, на второго ребенка еще 1400 вычета полагается, на третьего уже 3000. Что-то по этой части не очень государство стимулирует нас, как граждан. Да, согласен. Иметь много детей. В этом, да, многие даже депутаты уже критикуют эти суммы, но пока что Минфин очень упирается и не хочет увеличивать стандартные вычеты. Мало того, что они еще ограничены потолком дохода. То есть как только зарплата, с начала года общая сумма зарплаты достигает 350 тысяч рублей, стандартные вычеты больше не предоставляют. Ну, большой стандартный вычет полагается на ребенка-инвалида. Там 10 тысяч рублей, это уже такое значимое подспорье, но опять-таки ограничено доходом в 350 тысяч. Антон, на мой вопрос по поводу видов вычета, ты наших слушателей, ну, абсолютно правильно, как настоящий эксперт и скромный человек, послал в налоговый кодекс. Так как я люблю людей, я не могу их туда послать. Поэтому, пока ты отвечал, я провел такой эксперимент. Просто вбил в поиски Антон Дыбов налоги и получил первую же ссылку, в которой можно почитать статьи Антона преимущественно по налогам, но и не только. То есть вот только, судя по заголовкам, если посмотреть, если вы боитесь, что что-то не заплатили где-то, например, или наоборот, ищете способ получить какой-то вычет, то как будто бы эти все статьи ответят на этот вопрос. Просто по заголовкам даже. Ну и самое главное, тут написано по-русски. У меня был просто предмет налоги на финансы и кредит, который я заканчивал. Там это больно читать. Ну, прям больно. Вот здесь по-русски. Такая небольшая реклама, которую Антон постеснялся, видимо, сделать, а я нет. Какие документы подтверждают мое право на получение этого вычета? Что мне нужно, о чем мне нужно позаботиться и какие документы подготовить, чтобы я могла эти вычеты получить? Ну, опять начнем с самого большого, то, что по расходам на жилье. Если это прямая купля-продажа, понадобится договор на приобретение квартиры. Если это вы покупаете у физлица квартиру и при этом отдаете ему сумку денег, то это расписка в получении этих денег, либо запись в договоре о том, что расчет произведен полностью, претензий нет у сторон друг к другу, и запись в ИГРН о том, что квартира теперь за вами, либо любое другое жилое помещение. Причем записи ИГРН налоговая может посмотреть сама, то есть там особо прикладывать-то ничего не нужно, но тем не менее можно получить выписку из ИГРН в любом МФЦ, либо, если у вас есть электронная подпись, прямо на сайте Росреестр, можно получить выписку и тоже ее приложить. Как только запись ИГРН появилась при прямой продаже, что квартира за вами, у вас появилось право на вычет. Когда вы будете его реализовывать, это уже ваше дело. Можете в году приобретения квартиры, можете позже, как я уже говорил, хоть спустя 10 лет. Если квартира приобретается по долевому участию в строительстве, то нужно дождаться акта приема-передачи этой квартиры вам. Соответственно, как только появляется акт приема-передачи, появляется право на вычет. Как-то нужно приложить опять-таки договор долевого участия, документы о перечислении средств на скроу-счет, который сейчас, как вы знаете, у нас применяется в долевом строительстве. И с года, в котором появился акт, опять-таки появилось право на вычет по квартире в новостройке. То есть не нужно ждать оформления в собственность новостройки. Если по ипотечным процентам, то здесь вы просто берете в конце года справку в банке о сумме уплаченных процентов, и уже оформляете вычет через декларацию, потому что вы же не будете каждый месяц подавать заявление на уведомление, как только заплатили проценты. Поэтому в случае с ипотекой, как правило, ждут окончания года и только потом заявляют вычет по процентам. Тут хватит только договора с банком, причем договор с банком вы предоставите только один раз налоговую, а потом будете уже только прикладывать справку. все вычеты и жилищные, и ипотечные, и социальные, они оформляются онлайн. Можно, конечно, прийти лично, если очень хочется, но вообще все делается через личный кабинет налогоплательщика. Там есть подраздел жизненные ситуации, если мне память не изменяет. Вы туда заходите, и там прям строчками получить вычет. Вы туда заходите, и вам уже система предлагает заполнить декларацию. Это очень не больно. Это сейчас налоговая служба, так скажем, у нас на передовой в плане информатизации, поэтому это довольно интуитивно понятно все делается, и, в общем-то, особого труда составить не должно. Значит, ну, это было жилье и ипотека. Если это обучение, то, опять-таки, договор, документы на перечисление денег. Если в договоре с учреждением образовательным нет реквизитов лицензии, то нужно приложить и копию лицензии. Как правило, все те же ВУЗы, они где-то там у себя на сайте держат образ этой лицензии, всегда можно ее оттуда вытащить. Ну, на крайнем случае можно уже запросить копию в самом ВУЗе. Если мы говорим о лечении, то здесь снова, как вы догадались, договор, документы о перечислении денег в больницу, допустим, либо в платную медклинику, и важный документ справка об оплате лечения. Ее выдает клиника. И, опять-таки, если в договоре с клиникой нет сведений о лицензии, то нужна копия лицензии. В общем, как вы можете видеть, набор документов не очень-то большой. Представим ситуацию, что у человека за год была, например, покупка жилой недвижимости, он прошел какое-то дорогостоящее лечение, и у него, например, были расходы на обучение ребенка. Значит, что он может претендовать на несколько вычетов одновременно. Вот он может их получить все вместе, и есть ли какие-то там ограничения. Для того, чтобы получить все вычеты разом, должен быть соответствующий доход, позволяющий воспользоваться ими всеми. То есть, если я купил квартиру за 4 миллиона, полечился на 100 тысяч, при этом доход у меня миллион за год, я не смогу воспользоваться всеми вычетами, поскольку мне доход не позволяет. И вот в ситуации, когда у нас совпадают жилищные и социальные вычеты, право на них возникает в один год, имеет смысл воспользоваться социальными, потому что они жестко привязаны к конкретному году. То есть, если я полечился в 2020 году, я не смогу эти расходы вычесть из доходов 2021 года. Я их вычитаю только из доходов 2020. Соответственно, при совпадении вычетов имущественных и социальных имеет смысл воспользоваться социальным и остатком жилищного в части превышающей эти 120 тысяч рублей. Допустим, в цифры попробую перевести. Вот у меня доход миллион в год. Вот я полечился на 120 тысяч и вот я купил квартиру за два. Я заявляю 120 тысяч вычета по расходам на лечение. Значит, остается у меня из миллиона моего дохода 880 тысяч и на эту сумму я применяю жилищный вычет. Остаток жилищного вычета у меня переезжает на следующий год. Вот как это примерно работает. Но если человек очень там состоятельный и у него доход позволяет воспользоваться и жилищным и социальным в один год, то, пожалуйста, кто же запретит. Ура! Переходим к инвестиционным вычетам и ИИС. Но, Назар, давай. Так, начнем с самого очевидного. Это же, естественно, индивидуальный инвестиционный счет. Мы сегодня даже его касались уже немножко. Расскажи, пожалуйста, какие есть вычеты и какие условия для того, чтобы получить денежку от налогов, при этом инвестируя. Ну, в случае с ИИС, первый вычет, тот, что более распространенный, более простой, так скажем, и очевидный, точно который можно получить, это вот по сумме внесенных средств. Вычет по ИИС на один год лимит составляет 400 тысяч, соответственно, если положить меньше, то дадут столько, сколько положил, если положить больше, то дадут максимум с 400 тысяч умножить на 13%, помним, что возвращает не 400 тысяч, а 13%. При этом, опять-таки, нужно иметь облагаемый доход, и договор должен действовать минимум три года, то есть деньги оттуда нельзя выводить, для того, чтобы не пришлось возвращать то, что государство вам вернет в виде вычетов. То есть, это такое вот ограничение, средства снимать и закрывать счет нельзя. А можно по горячим следам, вот смотри, я плохиш, значит, в этом году положил 400 тысяч рублей, у меня есть доход нормальный, могу, претендую на всю сумму, с 400 тысяч, это получается, я должен в следующем году, там где-то в апреле, подавать, значит, декларацию, получать 52 тысячи рублей, я их получил, прошло еще два года, у меня личный кризис, я беру, там, не знаю, подаю заявление, говорю, хочу закрыть, хочу свои деньги вывести, вот эти 400 тысяч, но 52 тысяч, я же получил уже, с каким-то там еще результатом у меня портфель закрывается, вот я решил так поступить, ну не знаю, ну жизнь всякая же бывает, правильно, может быть там, форс-мажор, внимание, вопрос, что со мной будет? Брокер отчитается о том, что ИИС закрыт досрочно, он сообщит об этом в налоговую, ну и из налоговой прилетит судебный приказ на удержание 52 тысяч с банковских счетов. Ну а второй тип вычета по ИИС действующий, это по финансовому результату, то есть все, что вы заработаете, все не будет облагаться налогом по ИИС, но здесь важно понимать, что этот тип вычета будет выгоден, только если в общей сложности прибыль превысит вот 400 тысяч по вашему счету, и только тогда имеет смысл заявляться на вычет по доходам. А еще при этом, наверное, как-то сейчас эта формула усложнится, благодаря мне, ты же должен еще учитывать, что ты мог получить 52 тысячи рублей через год, да, получается, и сразу их, значит, вложить, и типа у тебя активов было бы больше, вот это сложная формула, чтобы понять, какой вариант лучше, вот А или Б, то есть первый или второй. Ну я хочу просто уточнить для наших слушателей, давайте еще раз скажем, что тип вычета Б получается выгоден только в том случае, если прибыль от операции, да, прибыль полученная по ИИС была больше, чем 100%, правильно? То есть ваша прибыль больше, чем 100%. Нет, немножко не так, можно же вложить там на ИИС 2, ну не знаю, 5 миллионов вложить на ИИС, и в общей сложности заработать на нем 500 тысяч, например, полную. А, окей, ну если мы говорим, да, что мы внесли на него не 400 тысяч, а мы внесли на него там сколько угодно денег, там 5 миллионов, 3 миллиона, 2, и в таком случае в процентном соотношении наша прибыль будет меньше, естественно, но она должна все равно превысить те самые 400 тысяч, которые как лимит определены. Да, совершенно верно, то есть этот вот тип вычета скорее актуально для крупных инвесторов, которые вкладывают на ИИС большие средства, и, соответственно, зарабатывают в год на ИИС, только на ИИС, больше 400 тысяч рублей. Если у вас есть такие планы и такие деньги, то, наверное, имеет смысл выбирать тип вычета B. Причем важный момент, который мы не проговорили, тип вычета выбирается при заключении договора, потом поменять его нельзя, то есть это ваше решение будет действовать 3 года. Соответственно, уже на этапе подписания договора вы должны для себя определить, что вам выгоднее. Ну еще один момент по ИИС, да, важно понимать, что если мы выбрали тип вычета A, и по прошествии там трех лет закрываем ИИС с прибылью, ну помимо того, что вот мы заработали от государства, то есть прибыли тоже удержат 13%, то есть вам не все заработанное по ИИС отдаст брокер. Давайте прервемся на пару минут и резюмируем всю информацию о том, как инвестору получить налоговый вычет по ИИС. Слово Сергею Хистанову. Он экономист, доцент Иран Хиггс, а еще советник по макроэкономике генерального директора открытия брокер, нашего генерального партнера. Индивидуальный инвестиционный счет это способ, с помощью которого государство стимулирует граждан совершать инвестиции. Для граждан же индивидуальный инвестиционный счет интересен тем, что он позволяет либо заметно сэкономить на налоге, либо получить возмещение ранее уплаченного НДФЛ. Оба этих способа достаточно привлекательны. Естественно, предоставляя льготу, государство накладывает некоторые ограничения. И вот главное ограничение, которое связано с индивидуальным инвестиционным счетом, заключается в том, что деньги, которые гражданин инвестировал, нельзя изъять до истечения трехлетнего срока. Точнее, изъять можно, но в этом случае придется не только вернуть государству ту выгоду, которую человек получил, но даже доплатить поставки рефинансирования за то, что гражданин воспользовался этими средствами. Поэтому, прежде чем открывать ЕИС, очень важно для себя принять решение, что те средства, которые будут направлены на индивидуальный инвестиционный счет, в течение трех лет желательно обратно не изымать. Интересно заметить, что государство предоставило два принципиально разных способа воспользоваться преимуществами ЕС. Это возврат ранее уплаченного НДФЛ. Этот способ пользуется наибольшей популярностью у российских граждан и освобождение от налога на прибыль тех средств, которые на индивидуальный инвестиционный счет внесены. Государство не ограничивает ни минимальный, ни максимальный объем средств, которые направлены на ЕС, но при этом вычет на ранее уплаченный НДФЛ можно получить не более чем 52 тысячи рублей в год. Само существование этого ограничения говорит о том, что государство больше заинтересовано в том, чтобы граждане вносили крупные средства и пользовались освобождением от налога на прибыль, а не возвращали ранее уплаченные НДФЛ. Но, тем не менее, наличие выбора всегда хорошо. В остальном же государство не вносит практически никаких ограничений в том, во что эти средства могут быть инвестированы. Чисто теоретически любые активы, которые торгуются на российских биржевых площадках, могут быть предметом инвестиций с индивидуального инвестиционного счета. То есть, очень важно понимать, что ИС это своеобразный способ инвестиционной упаковки своих инвестиций, где в качестве ограничения присутствует трехлетний срок, то есть, до истечения этого срока средства изъять можно, но придется вернуть государству всю полученную выгоду, да еще и приплатить поставки рефинансирования, Но взамен на это государство разрешает либо не платить налог на прибыль с этих инвестиций, либо вернуть свой ранее уплаченный НДФЛ, который человек, неважно каким способом, где и когда, уплатил в год, который предшествует году получения этой льготы. Открыть индивидуальный инвестиционный счет можно просто и быстро на сайте OpenBroker.ru Для тех, кто пока не выработал собственную инвестиционную стратегию, доступна услуга модельный портфель, акции и облигации, для которого выбирают аналитики компаний. Кроме того, на индивидуальный инвестиционный счет можно приобрести и структурные продукты с защитой капитала. Узнать больше о всех возможностях инвестирования можно на сайте OpenBroker.ru Совет нашим слушателям по поводу выбора ИИСа. Надо действительно хорошо подумать, с каким брокером вы пойдете дальше. Почему? Потому что наблюдаются, по крайней мере пока у моих товарищей и знакомых, проблемы с сменой брокера и переносом ИИС. Реальная история. Мой коллега с работы у брокера одного открыл ИИС, 9 месяцев он просидел в нем, решил поменять брокера и его заверили, что будет все хорошо, можно сменить брокера, перенести, и вот эти 9 месяцев, которые он посидел из этих трех лет, они пойдут вместе за счетом, паровозом доедут в новый брокер и все будет хорошо, и там начнется 10 месяц. Так не вышло. Это объяснили сложностью, тем, что непонятно пока как это работает, что-то в налоговую не доехало, вот поэтому такой просто совет, что ли, по поводу ИИСа, если выбираете в случае, например, с обычным счетом, ну не понравился вам брокер, вы закрыли, перевели деньги, открыли у другого или там ценные бумаги и сидите довольны, а здесь будет очень обидно, если вы потеряете какую-то часть вот этого на пути к трем годам, которые нужно отсидеть обязательно. Антон, с ИИС вроде все понятно, такой вопрос, есть же другой способ и без ИИС не платить торговому государству те самые 13% прибыли, полученные по ценным бумагам. Давай расскажем, что происходит, если мы покупаем какие-то ценные бумаги просто на брокерский счет, не ИИС, владеем этими ценными бумагами три года и что делать в таком случае потом частному инвестору, как ему остаться при своих? Да, собственно, там брокер все сделает, брокер-то в курсе, что он владел бумагами больше трех лет и, соответственно, в случае с ценными бумагами, когда вы работаете с брокером, все функции по исчислению и удержанию налога, если мы говорим о российских ценных бумагах, они ложатся на брокера, поэтому у вас вообще голова ни о чем болеть не должна, он за вас все считает, он два НДФЛ передает в налоговую и вам никакой декларации даже подавать не надо. И брокер, конечно, в курсе, сколько вы владели ценными бумагами, если это действительно они вам принадлежали больше трех лет, то при их продаже не будет доход облагаться НДФЛ. Но важно понимать, что эти три года они применяются вообще к любому движимому имуществу, то есть движимое имущество достаточно им провладить три года, чтобы не было налога в любом случае. Вот, ну, с недвижимостью минимальное срок владения по умолчанию пять лет для продажи вообще без налога этой недвижимости, но есть льготный в три года, когда вам недвижимость досталась в дар от близкого родственника, либо в наследство вы ее получили, либо она у вас единственная на момент продажи. То есть больше у вас ничего нет за душой, только одна квартира, если вы владели ей больше трех лет, то при ее продаже вы НДФЛ платить не будете, за сколько бы вы ее не продали. Давайте закончим этот прекрасный эпизод тем, что расскажем людям, вот нас слушали сегодня слушатели, и наверняка многие люди узнали сегодня из этого выпуска о том, что им полагается какой-то налоговый вычет, о котором они не знали, но который они до сих пор могут получить даже за, допустим, покупку недвижимости несколько лет назад, или за обучение, или за какие-то медицинские услуги, которые они получали несколько лет назад. Это ведь так работает? Как я уже говорил, социальные вычеты жестко привязаны к конкретному году. То есть если человек лечился в 2019 году, он может получить вычет по лечению, ну, либо учился, только по доходам 2019 года. Он не может заявить его в 2020-2021. Соответственно, для социальных вычетов три года, вот те самые, что на слуху, это критично. Если с года, в котором вы лечились, либо обучались, в котором оплачивали соответствующие расходы, прошло три года, поезд ушел. То есть подать декларацию за этот год и вернуть налог, приходящий себе на вычет, уже не получится. Если же три года не прошло, пожалуйста, ну, допустим, сегодня вдруг пришло вам в голову после того, как вы послушали подкаст, что вы в 2018 году там брекеты ставили, либо коронку ставили, и у вас есть право на вычет, и доходы позволяют этот вычет заявить, пожалуйста, подавайте на сайте налог.ру, через личный кабинет, подавайте декларацию за 2018 год, прикладывайте документы, о которых мы поговорили, и вам придут деньги. Ну, там через примерно месяцев пять. С же личным вычетом попроще. Ну, допустим, все тоже было в 2018 году, и вы по каким-то причинам, вот как у Назара, он вдруг для себя открыл, что жена может получить вычет. У жены, если, опять-таки, квартира была приобретена в 2018 году, есть варианты действий. Либо она подает декларацию за 2018 год и за 2019 год, если там не хватает дохода, и заявляет вычет, что называется, задним числом за 2018-2019 годы, либо она получает уведомление в 2020 году и переносит его в 2020 году своему работодателю. Там, в 2019-2018 годе уже забывает. Ну, бог с ним. То есть, жилищный вычет можно начать получать когда угодно. На этом все. Ставьте нам лайки и оставляйте отзывы там, где вы нас слушаете. А также пишите письма с вопросами и пожеланиями на почту podcastsobaka.meduza.io с пометкой в калькулятор. Услышимся через неделю, а пока можно послушать другие подкасты Медузы. Например, новый экспресс-подкаст про сериалы, он называется «Чего бы посмотреть?» или ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. В финале эпизода еще раз напомним, что в третьем сезоне наш подкаст поддерживает генеральный партнер Банк Открытия вместе с двумя его дочерними компаниями для инвесторов. Это Открытие Брокер и управляющая компания Открытие. Для тех, кто после выпуска решит перейти от теории по налоговым льготам к практике, у Открытия Брокер есть готовые решения. В описании к этому эпизоду на сайте Медузы мы, как всегда, расскажем о них и оставим ссылки. Пока-пока. Пока-пока. АО «Открытие Брокер» для принятия инвестиционных решений. Под структурными продуктами с защитой капитала понимаются продукты с отсутствием рыночного риска либо с фиксированным уровнем рыночного риска в зависимости от предпочтений инвестора. Подробнее о каждом финансовом решении вы можете узнать на сайте АО «Открытие Брокер» или по телефону 8 800 500 99 66. ООО «УК «Открытие». Лицензия номер 2130-13048 от 11 апреля 2001 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, поевыми инвестиционными фондами 2524-00130 от 23 марта 2004 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданной ФКЦ Броссии без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Взимание на два вакски и документы доходности инвестиций в инвестиционные паи поевого инвестиционного фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. До заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления поевым инвестиционным фондом, условиями управления активами, декларациями о рисках. Получить сведения о лице о существующем управлении активами и иную информацию можно по телефону плюс семь четыре девять пять двести тридцать два пятьдесят девять семьдесят три и на странице в сети интернет www.opendeficeam.ru